Добрый день! Мы снова встречаемся, чтобы продолжить чтение книги «Тайна еврея» Равашкина «Зима нету». Мы начали в прошлый раз говорить о Субботе. Сегодня мы продолжим разговор о смысле Субботи. Глава там прямо называется «Тайна Субботы», потому что в Субботе есть действительно какие-то аспекты тайны, скажем так. Как сказал в прошлый раз очень здорово Андрей, что поскольку седьмой день творения – это Суббота Всевышнего, которая продолжается все время, пока наш мир, действия человека в настоящее время существует, то есть Суббота творения, которая не кончилась. Но есть некоторая тайна, действительно, есть нечто особенное в Субботнем дне, что человек, когда соблюдает Субботу, он может… Тут образуется некоторая связь между Ним и Всевышним в этот особенный день. И также в этот день мы можем как-то присоединиться к некоторой идеальной Субботе, которая, в принципе, должна завершить наше продвижение человечества, скажем так, шесть тысячелетий, скажем, ну, по многим мнениям, это как бы шесть дней творения, а в седьмом тысячелетии уже это будет Суббота человечества. И это как бы совершенно другой мир, другой уровень. Но тот, кто соблюдает Субботу, он ощущает что-то небольшое из того будущего мира, субботнего. Это вот то, что мы говорили в прошлый раз, а сегодня мы продолжим еще говорить о Субботе, и в том числе о двух важных аспектах Субботы, которые… Я не вижу сюда. Могу понять. Я его не вижу. А, вот. Ну, давай попробуем. Вот. Видно, да? Нет, открывается. Видно? Нет. Да, нет. Открывается только. У тебя слабый интернет. Пошли, не знаю, либо Андрей, либо мне. Нет, тут дело не в интернете. У меня оптические линии здесь. Давай-ка еще раз это сделаем. Давай сделаем лучше. Я еще раз делаю. Иногда это помогает. Вот. Сейчас это будет лучше. Да, сейчас видно? Да, сейчас есть. Да, вот. Я знаю, почему нет. Тут было некоторое заминка. Ну, не важно. Два важных аспекта Субботы мы еще, надеюсь… Ну, один, во всяком случае, аспект важный Субботы мы обсудим сегодня в продолжении нашего чтения. Мы вот здесь остановились в прошлый раз. И я думаю, мы прощем еще раз то, что было стихи, которые завершают творение. И закончены были небо и земля, и все воинство их. И закончил Бог седьмой день работу свою, которую он делал, и отдыхал день седьмой от всей работы своей, которую делал. И благословил Бог день седьмой, и осветил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы своей, которую сотворил Бог, чтобы ее делать. Ну, чтобы ее нам делать, естественно. В первой главе книги «Берешит» творец подготавливает почву, придает форму всему, что понадобится человеку в процессе развития истории, и организует реальность таким образом, чтобы человек мог завершить творение самостоятельно. В каком смысле вот этот вот абзац подводит, суммирует все то, что мы уже о чем говорили, мне кажется. То есть в этот момент завершается некоторый этап творения, в котором творец принимал активное участие, и реальность таким образом организуется, чтобы человек в ней действовал. Бог создал нам работу, чтобы мы ее в этом мире делали. Это то, что сказано в этих стихах, да, мы о том уже говорили. В конце этого процесса творец запечатывает законы природы, об этом мы тоже уже говорили. Вдувает в человека дыхание жизни, то есть способность различать и выбирать между добром и злом. Как бы без этого, как мы говорили, человек остается только высшим животным. Вроде бы он может быть совершенно по виду такой же человек, как и другие, но тогда у него нету моральной основы, способность различать и выбирать между добром и злом. Без этого он не может выполнить ту функцию, которую Всевышний на него накладывает, то, что от него, от человечества Всевышний хочет, чтобы мы завершили творение самостоятельно. Видите, как это связано. Чтобы человек мог завершить творение самостоятельно, он вдыхает в мое дыхание жизни, то есть способность выбирать между добром и злом. И после этого и медленно скрывается за занавесом. Там дальше в примечаниях есть приведены шутки, которые с этим связаны. Мы это пропустим, я думаю. Кто захочет, можно прочесть книжки. Вот почему суббота появляется близко к сотворению человека. То есть это вещи, которые идут одна за другим. То есть сотворяется человек, после этого Всевышний может скрыться за этим занавесом. На этом этапе речь идет все еще о субботе Творца. Позже мы обнаружим похожие понятия, относящиеся к своему человеку. О чем мы говорили сейчас о субботе Творца. Начался седьмой день, это суббота Творца. Первая суббота, возможно, она совпадала и Творца, и человек. Первый субботний день. Он был у человека тоже. Но дальше у нас время идет, как оно идет у нас. Считаются дни по тому, как солнце заходит и восходит. А суббота Творца, она длится все это время. И да, мы обнаружим похожие понятия, относящие к своему человеку, так как человек обязан воспроизвести весь акт созидания в процессе развития истории всего человечества. То есть тут говорится, во-первых, о том, что у нас есть неделя, в которой есть дни, которые как бы соотносятся с днями Творения. Первый, второй, третий и седьмой день. А кроме того, вот этот разворот, эта проекция дней Творения, она проектируется на всю человеческую историю. В процессе развития человеческой истории человечество повторяет тоже те же шесть дней Творения. То есть какие-то разные периоды истории отражают тем или другим образом дни Творения. Таким образом получается, что в какой-то момент человечество должно войти в седьмой день, то есть в субботу, которая будет субботой человечества уже. То есть не в смысле субботы сегодняшнего дня, который сейчас евреи соблюдают, но в субботу, которая будущего мира, скажем так, который называют будущим миром, грядущим миром. То есть произойдет некоторое общее изменение природы возможной, природы человека. То есть теоретически мы сами должны этого добиться, потому что это то, что от нас хочет Всевышний, и что мы завершили творение самостоятельно и пришли к этому субботнему дню человечества. В момент Творения появляется сущность, которую можно было придать форму. И вначале это хаос, Земля же была пустая и хаотична. В процессе становления эта сущность обладает свободой выбора. Можно сказать, что на этом этапе у Творения, особенно у его земной части, той части, которая порождает жизнь, есть возможность роста и выбора, и она подобна живому организму, который развивается и реагирует на Божественное Слово. Все это происходит в мире созидания, в мире яцера. Те, кто знают, знают, что есть в Тобале представление о том, как развиваются миры от от анцов, допустим, от высших миров, Бриян, Яцера и Осия. Я ничего не пропустила, Андрей? Ацелут. Ацелут, да. Ну, ацелут – это как бы уже, да, то, что происходит из анцов, очень высоко для нас, что мы не... Четыре же, да, их должно быть. То, что мы не постигаем, и как бы мы от этого не знаем, но, тем не менее, вот эти вот схемы, по которым строится наш мир, можно по-разному эти миры представлять себе, но они как бы всегда присутствуют все уровни, они все время присутствуют в нашем мире, так же, как, скажем, далекая аналогия, но так же, как чертеж дома, он всегда присутствует уже даже в построенном доме, да, то есть сначала разрабатывался его проект, потом чертеж, потом дом был построен. Но в каком-то смысле, если мы посмотрим на развертку вот этой схемы в истории, то этот мир Яцера, он разворачивается в процессе творения. мир созидания, как это по-русски переводит. А в конечном, после того, как он переходит на следующий этап, тогда следующий мир, это уже мир осея, то есть мир действия, в котором мы все время существуем. Конец этого процесса это знакомая нам реальность, готовый продукт, окончательное оформление этой сущности в мире действия. та природа, с которой мы знакомы. То есть мир, в котором мы знаем, это мир осея, в котором мы существуем. Мир, в котором все в материи реализуется, а не только в планах, а не только в процессах каких-то, которые шли до того, как мир был закончен в каком-то смысле. Основной момент шестого дня сотворения человека несет с собой закрепление природы в определенном состоянии и вместе с этим конец свобода выбора творения. Что скажешь, Андрей? Есть у нас какие-то к этому добавления? А вот эти миры, они как-то с днями творениями соотносятся или нет? Не знаю, может быть, кто-то и соотносит. Я такого не знаю. В принципе, в самих по равуманиту получается, что там проявляется мир и цирающий, поскольку все такое подвижное, все такое, имеющее свободу воли. То есть мир еще не как бы в процессе изготовления. По монитору, я так понимаю, что мир и цира это процесс изготовления. Все вот эти шесть дней, о которых мы читаем, это мир и цира. Исключаю, но может быть там, где ситуация на брия, решит бара. Бара это может быть указание на брия, на более высокий уровень. Это то, что с чего как бы все начинается. Начинается вот этот вот процесс преобразования, который есть в ЮЦРА. Но, насколько я понимаю, это некоторая развертка миров в истории. То есть развертка их в процесс. При том, что как как уровни существования они существуют постоянно в истории. Они не то, что они исчезли во времени. Ну, или предшествия творения потом не проявлялись. Так, в последующие, я понимаю. Ну, в принципе, если и цира переводить как формирование, то это мы и видим в процессе этих шести дней. Всевышний придает форму вот этой как бы материи бесформенной, которая безвидной и пуста вначале описывается, получается. И к концу шестого дня, значит, он доводит все. Форма как бы застыла, и дальше уже вот это лаосот, сотворил лаосот. И дальше делать, получается, уже начинает человек, да? Так выходит? Да, получается так. Независимо на то, что на самом деле даже в первой главе пользуется в основном тара словом вая, да, слово масяя для того, для всех преобразований, которые там происходят, они как бы существуют. С одной стороны, я до конца это не очень понимала. если там всюду используется язык действия, осия, то они, значит, все-таки происходят в мире осия. Но при этом, видимо, все же есть какой-то, так сказать, переходный период между ицерами. Точно сказать, одну секунду, меня тут кошка просит выйти. Ага. это одна секунду. То есть все вещи, которые, так сказать, относятся к более высоким уровням постижения, такие, которые связаны с каплистическим понятием, они всегда немножко неточны, насколько я знаю. потому что все это только образы какие-то, опираясь на которые мы можем себе составить представление о чем-то, что выходит за рамки нашего представления, то есть за рамки нашего мира, мира оси. И в общем, вся каббала, она построена на всяких метафорах, аллегориях, то есть словах, которые на самом деле означают что-то, что мы можем себе представить в нашем воображении, возможно, но не всегда, как Рафшерки говорит, почему каббалисты часто смеются, потому что они отдают себе отчет, насколько это приблизительно, их представление о всех этих вещах. Так что я тут тоже не могу дать стопроцентного объяснения, но никто говорит, что здесь отражается мир ЕЦРА, поскольку природа формировалась в этом моменте, Хотя все, что происходит, оно происходит в мире оси, а в нашем мире, а не в каких-то других мирах. в этом смысле могут быть разногласия у комментариев. Это все он говорит, для того, чтобы подчеркнуть то, что сказано дальше. Однако внимательное прочтение стихов первой главы выявляет существенную разницу между рассказом о шести днях творения и рассказом о седьмом дне. Во время шести дней рассказ включает в себя четыре этапа. Как мы видели раньше, когда говорили об этом, решение божественное, то, что он собирается сделать, планирование, реализацию и оценку. И мы увидели, насколько реализация отклоняется от планирования. И оценка чаще всего на ну, пускай так и будет. Или даже когда это хорошо, это хорошо такое относительно так. В описании седьмого дня отсутствует этап, что это очень важно. И был вечер, и было утро, день седьмого. Но это мы уже тоже замечали, что во всех днях эта черта подводится, а в седьмой день нет. А также этап оценки. Да, и не сказано, и увидел Бог, что это хорошо. То есть мы пока не знаем, хорошо завершится седьмой день или нет. Описание состояния мира в седьмой день описание окончательного итога этого дня, как было эти другие дни. Вторая как бы хочет сказать нам, что мы все еще находимся в процессе седьмого дня. И только когда он закончится, будет сказано, и был вечер, и было утро, день седьмой. И тогда Творец рассудит. И что он скажет, и стало так, что это вот, ну, что было, то было. Как было, так получилось. Как сказать, хотели, как лучше, может быть. Или увидел Бог, что это хорошо, что это на самом деле. Что говорят, что выросло, то выросло. Да, или что выросло, то выросло. Или увидел Бог, что это хорошо, что это более позитивный отцент безусловно. Но мы еще очень далеки до этой точки, по-видимому, так что рассчитывать на то, что мы действительно при нашей жизни это случится трудно, но тем не менее, мы с оптимизмом, несмотря на все дела, смотрим в будущее и считаем, что это случится раньше или позже. В течение шести дней созидания творению было предоставлено свободу выбора, поэтому оно достигло в шестой день того уровня, которого смогла достигнуть. Ну и Бог как бы с этим смирился же. Все творение не смогло сто процентов сделать то, что оно могло. И было запечатано в этом положении. Подобным образом свобода выбора была предоставлена человеку в седьмой день, чтобы он смог своими силами достичь того, чего он в состоянии достичь. Пока не будет завершена история, тогда человек, а вместе с ним и все миры перейдут в восьмой день. Это немножко добавляет, мне кажется, оптимизма такой взгляд Рава Маниту, потому потому что когда мы смотрим на человечество, у нас иногда возникает сомнение вообще, сможем ли мы достичь того высокого уровня, который Всевышний от нас требует. Одно, если он сможет примириться с тем, что мы достигнем такого уровня, который мы в состоянии достичь, то это уже вполне оптимистично. И вот восьмой день, да, Йома Шмени, это намек на этот день, восьмой есть в главе о построении скини, да, Йома Шмени, глава стария, так называется, Шмени, и как бы считается, что связывает реальность, которая существует в храме, с этим восьмым днем, что в храме тоже есть отражение этого восьмого в субботе и в храме. То есть восьмой день после седьмого завершится седьмой день творения, будет восьмой день, но это будет седьмой день истории. Есть некоторые, так сказать, некоторые ножницы, для творения это будет восьмой день, а для истории седьмой день. Я как-то интересовалась с этим, как это так получается, мы не скажем, чего, так получается. У тех, кто специалист по монитору. То есть сейчас получается у нас творец и творение в противофазе. Творец находится в шабате, а человек он делает, действует как раз во время шабата творца. Да, шесть дней проходит у человечества. Восьмой то, как описывается Мишкан, храм в Торе, это место встречи творца и творения. И может быть, как раз восьмой день они и встретятся. Да, конечно. Безусловно, это как раз я хотел сказать. Может, это я сказала, может, я недостаточно ясно сказала, конечно. Это день встречи, потому что для нас это будет для человечества будет седьмой день, аналогичный субботе, день, в котором встреча, будет полный не такой, как она, так сказать, не происходит в нашей субботе, так сказать, но это как бы в будущем субботний день. Он как бы, не то, что он прям был. Каждую субботу мы находимся почти совсем. Есть какой-то отзвук, отцвет от этой будущей субботы или от субботы Творца, но мы могли немного ее прочувствовать. Но в том же самом храме это тоже не полностью восьмой день, это какой-то свет из будущего светит храм и нашу зуботу. есть какие-то вопросы? Тогда прочтем еще немножко. Хочешь почитать, Андрей? Благословение. Мы уже упоминали, что в конце процесса созидания Творец скрылся, предоставив человеку свободу выбора. Однако Творец не оставляет мир полностью без своего присутствия. Прежде чем исчезнуть, он оставляет следы, чтобы его существование можно было ощутить. В Берешит 2.3 есть два новых понятия, которые намекают на это благословение и святость. И благословил Бог день седьмой и осветил его. Мы разберем значение этих понятий в порядке их появления. Сначала благословение, потом святость. Самый очевидный пример благословения это вкус пищи, которая в языке Танаха является символом благословения. Саму по себе пищу обеспечивают для человека природа и труд. Однако у пищи также есть вкус и запах, которые вызывают реакцию органов чувств и удовольствия. И в этом есть благословение. Невероятное изобилие благословений, присущее миру, создает у нас ошибочное представление о том, что таково естественное состояние мира. Благословение, заключенное в одном семени, позволяет ему принести множество плодов. Человеческий род настолько привык к изобилию благословений, что не осознает заключающегося в них чуда. Противоположный подход, тот, кто видит в улыбке ребенка только непроизвольное движение сжевательной мышцы хорошо развитого животного. Корень благословения. Я просто хотела добавить, действительно, тут очень, мне кажется, важная мысль есть, что то, что то обилие, то удовольствие, которое нам доставляет еда, тем, что есть разнообразие вкусов и там, скажем, гурме, да, люди даже, так сказать, многие увлекаются этими приготовлением особенно вкусных блюд, мне кажется, только французский раз мог такую замечательную идею нам донести до нашего понимания, чтобы мы понимали, что вот это вот, я думаю, что тут имеется, подразумевается еще и тот, и он дальше будет об этом говорить, что благословение человека, не только дать ему что-то дополнительное, благословение сюда что-то дополнительное, да, это на иврите, вот дополнительно к еде, то, что нам необходимо есть, и мы получаем как бы минимальное удовольствие, нет, нам дополнено много-много разных вкусов, это необязательно, это просто подарок какой-то, который Всевышний нам дал, а кроме того, мы сами, человек сам получает возможность благословлять, то есть добавлять самому еще что-то, это часть его работы в мире, что он, во-первых, он обязан как бы исправлять мир и доводить его до совершенства, а кроме того, у него есть на этой силы, он может прибавлять в мире благословение, давать миру дополнительные благословения, в частности, вот в области еды, то же самое, не обязательно только те вкусы, которые уже существуют в мире, он может создавать новые вкусы, сам человек, новые блюда замечательные, и вот это, по-моему, очень интересная, так сказать, и важная идея, что не пренебрегать, это вовсе не гедонизм, я думаю, и не гимнобжорство, а осознание того, что вкус пищи он не просто случайная вещь, а это благословение, которое нам Всевышний дает, и это то, что он говорит, обычные люди не думают об этом и не обращают на это внимания, ну вот он говорит, а другой подход, это то, когда ты этого всего не видишь вообще, что ты, как теперь, младенец себе улыбается, ты не ощущаешь себя счастливым от этого, не понимаешь, что это вот подарок Всевышнего, который тебе дан, то тогда, тогда таки плохо, да, тот, кто не видит в этом ничего, никакого чуда. то есть на самом деле, вот это многообразие вкусов пищи, это след, который оставил Всевышний, чтобы по нему мы нашли, увидели намек, что он есть, но при этом человек может так развить свой ум, что доказать там стопроцентно, что тут нет никаких следов, а просто вот непроизвольное движение каких-то мышц. Ну да, и для того, чтобы, так сказать, мы различали полезное от неполезного, там, в общем, это как бы не совсем верно, потому что есть горькое, и мы любим горькое, и сладкое, и кислое, и всякое, и всякое разное, и вовсе не обязательно, чтобы такое богатство вкуса существовало в мире, вот корова ест, или все время крову ест, и в общем более-менее удовлетворяет то, что есть, она не требуется, ей подавали разные вкусы травы, ей вполне достаточно какого-то одного. Можно улыбка ребенка, это просто счастье, ты видишь ангела в нем. Ну, ты видишь, что-то такое, что-то замечательное. Что-то божественное, конечно. Да, некоторые, может, и не видят, теоретически, я не думаю, что таких людей много, но я не думаю, что такие есть вообще, что они не чувствуют себя счастливым, когда видят, младенец улыбается, это что-то, что мы реагируем инстинктивно на это, но когда он говорит, ну, какая инстинктивная реакция, чтобы люди хорошо относились к маленьким, для того, чтобы маленькие животные могли выжить, мишки всякие, там котята и щенята, все они такие миленькие, и это дает возможность выжить, с точки зрения, так сказать, чисто практической, но я думаю, что тут тоже это только одна сторона дела, а вторая сторона, это вот подарок, который нам Всевышний дает, чтобы мы радовались. просто даже не все дети такие, но иногда ты видишь ребенка, который просто ангел, вот видишь в нем душу, а бывают такие, как пупсики, игрушечные пупсики. Все равно приятно, когда они улыбаются, я думаю. Ну, конечно. Все хорошо. Ну, вот это радость такая, это, на самом деле, это подарок. Конечно. То есть возможность видеть вот любой радости, которую нам Бог посылает в его руку, это вот те следы, о которых он говорит. Да. Ну, при этом Всевышний сделал так, что предоставил все доказательства тем, кто желает видеть движение жевательных мышц или еще какие-то инстинкты. И в этом как раз тот выбор, который он дал. Мы выбираем, видеть ли в этом следы, намеки Всевышнего, либо наоборот, абсолютно их не видеть и тоже можно это все доказать. Совершенно верно, да. Но, так сказать, да, это выбор очень ясный, да, переманый. Корень слова благословения браха бетрейшкаф колено. Но это не связано с коленопреклонением, так как в еврейской молитве человек стоит перед своим дворцом прямо. Связь между благословением и коленом иная. Колено это место, на которое женщина получает настоящее благословение новорожденного ребенка. Когда Рахель понимает, что не сможет родить, она говорит Якову, вот служанка моя, Билха, пойди к ней и пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей через нее. это просто объяснение связи, что это не просто колени и браха, они связаны действительно как через рождение ребенка. Берешит 1, 28. И благословил их Бог и сказал им Бог, владитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И благословил их. Творец сделал человека благословенным, дал ему возможность производить потомство. Однако здесь имеется в виду не только физическое размножение, поскольку животные также получили это благословение. Стих 22. Благословение, данное человеку, направленное на духовную часть, потенциально скрытую внутри него, которую он должен породить и реализовать через свои действия своих детей и всех своих потомков, и потомков их потомков до конца всех поколений. Вот это непонятно, что значит особое благословение человека, как он его должен раскрыть. он имеется в виду, что это действительно не чисто физическое размножение, а некоторую духовность, которую человек должен принести в мир. То есть имеется в виду именно реализация этой задачи исправления мира, доведения его до совершенства, которое Бог возложил на человека. И для этого он дал ему благословение возможность самому быть не только Всевышний источник благословения, но человек сам источник благословения. То есть это благословение, которое он может принести в мир. И это не только первый человек Адам, но и его потомки, и все потомки после него. То есть любой человек, у него есть эта возможность приносить в мир благословение. Это не сам факт размножения. Размножаются животные тоже. А именно передающиеся по наследству от одного поколения к другому способность вносить в мир благословение. То есть благословение – это всегда добавление чего-то, умножение. Но у животных оно реализуется количественно, что просто они могут продолжать род. А у человека качественно, что он может еще что-то качественно новое привнести. Это верно, да. Он отражает множество тех, кто похож на людей, но функционирует как животное. Человек, у которого нет духовного измерения, того, что в Торе называется живой душой, представляет собой змея, то есть природного человека. Как мы упоминали выше, Тора антропоцентрична. Она рассматривает каждого человека как отдельную уникальную личность, плод всей цепочки, которая ему предшествовала. В истории человечества были периоды и народы, при которых человечество умножалось, минуя стадию плода, без реализации своей глубокой и скрытой внутренней духовной сущности. В эти времена было огромное количество людей, лишенных человеческого достоинства, ничем не уникальных и не имеющих истинной цели в жизни. Похожие чувства существуют и сегодня. Уважение к человеку как будто стерлось, и остается только огромная масса лиц и потухших глаз, полных отчаяния. В такой культуре одновременно убийство миллионов людей оставляет мир равнодушным. Самоуважение отдельной личности ушло. Умножение побеждает плод, поскольку когда нет изобилия, есть преступление. Вот как он интересно написал. Понятно, да, в общем, о чем я делаю. То есть плод в этом смысле, плодитель, да, это именно передача благословения, передача возможностей благословения. Когда у следующего поколения есть это свойство, а если его нет, то это получается только размножение, и в этом он сразу становится равным животным, у которого этой задачи нет, этой способности нет приносить благословение в мир. И, то есть, это неожиданно мне просто сейчас напомню, некоторые, так сказать, установки некоторых народов на максимальное размножение, если бы, да, как оружие, так бы я считал. То есть, не приносить в мир благословения, а приносить в мир оружием, вот именно этого размножения служит оружием. Да, не буду уточнять, но... Благословение Творца дает человеку способность принимать изобилие и передавать влияние. Плод содержит больше, чем есть в дереве. Родители надеются, что их потомки смогут достигнуть большего, чем они сами смогли добиться. Реализация этой надежды – это успех, а ее неудача отражает неудачу родителей. Сначала родитель помогает своему сыну вырасти, использовать и реализовать духовную часть, которая в нем заключается, и только потом размножаться. Это и есть связь между благословением и заповедью «Плодитесь и размножайтесь». Благословение, которое даровал Творец своему миру, проявляется в седьмом благословенном дне. Мир седьмого дня готов к принятию изобилия, готов соединиться с тем, что стоит за ним самим. Более того, изобилие благословения настолько велико, что нам трудно распознать это благословение. И эта банальность благословения сама по себе является своего рода проклятием. Людей, которые не осознают уникальную ценность человека во всем творении, настолько много, что возникает опасная социальная ситуация, известная как демографический взрыв. Это искажение и разрушение благословения. Ведь Тора не имеет в виду, что размножение человека подобно размножению животных. То есть тут как-то получается, что слишком сильное умножение человечества людей несет в себе определенную опасность, что ли? Да, тогда, когда нету никакой позитивной цели в этом, когда ты не передаешь своим детям благословение и способность давать благословение миру. Тогда одно простое размножение, оно действительно может разрушить мир. Назначение творения выражено в словах. Ты осветил седьмой день ради имени своего. В нем цель создания неба и земли. Благословил ты его больше других дней и осветил больше, чем другие времена. А условие соединения с ним таково. Возрадуются соблюдающие субботу, называющие ее блаженством, приходу царствия твоего. Весь народ, освящающий седьмой день, все они насытятся и насладятся щедротами твоими. А седьмой день был избран тобой, и ты осветил его и назвал его желанным из дней. Память о сотворении мира. Ну, вот эти две цитаты, они из субботних молитв. Это не цитаты из Тары и не из Танаха. Тем не менее, молитва – это довольно ранняя часть еврейской традиции устной Тары, можно сказать. И поэтому оно передает очень важные переживания, я считаю, которые, так сказать, унаследованы нами от пророков, возможно, постижение смысла субботы. И поэтому это важно, то, что Раф приводит, это как-то комментарий к смыслу субботы, я думаю, важный. Дальше он объясняет. Мы уже упоминали, что еврейская вера не основана на интеллектуальном рассуждении. Познание Творца еврея ощущает через благословение. Поэтому в молитве он обращается к Всевышнему со словами «благословен ты». То есть это очень важный момент, я думаю, да, вот эти вот отрывки, которые приведены из молитвы, они тоже это подчеркивают. Как я ощущаю Творца? Не через философию размышления о его сути, о сотворении, о том, о всяких сложных материях, а прежде всего через то благословение, которое Бог дает в мире. Если человек способен его ощутить, то это приближает его к Творцу. Поэтому мы и в молитве, мы обращаемся к нему, начиная все, собственно, молитвы «благословен ты». Это наше обращение к Богу. То есть теоретически существуют другие варианты сказать «ребеношел лам», да, люди говорят, «О, Господи, Господи». Иногда. Но это не молитва, да, это такое выражение чувств, может быть. А когда мы обращаемся к молитву, мы говорим «благословен ты», потому что это вот то, что нас соединяет. Вся тара – это переживание «я жив». Да, это вот суть, собственно, и тары тоже. И на это он произносит благословение. Благословение в мире непримерно должно предшествовать святости. Потому что несовершенный мир, то есть мир такой, в котором мы не ощущаем благословение, как я понимаю, это мир трагический, пустой и бессмысленный. Ну, действительно, если человек живет в мире, в котором он этого благословения никак не ощущает, это действительно трагично. То есть это не обязательно должно быть выражено словом. Не обязательно он себя может идентифицировать как человек религиозный. И бывает наоборот, что человек считается религиозным, этого благословения не ощущает. Поэтому это все очень довольно непростые вещи, я думаю. А вот ощущение вот этого благословения в мире – это необходимая какая-то часть человечности. И, безусловно, оно должно предшествовать святости. Потому что если человек хочет достигнуть святости, а этого не ощущает, то нету связи между ним и Всевышним. Как ты считаешь, Андрей? Можно ли так сказать, что человек ощущает связь с Всевышним через наслаждение и осознание, что это наслаждение дал Всевышний? Да, я думаю, да. Это опять же история того, что Авраам, да, он кормил сначала своих гостей, да, и передавал им знания. Да, да, да. Я не помню, он об этом упоминает или нет, но, безусловно, это совершенно верно, абсолютно верно. То есть это вот переживание. Ох! Действительно. Непростая такая штука, да. Есть рассказ о двух учениках Ишиевых, которые сидели всю ночь и учили Тару. Один из них сказал своему товарищу, что он сомневается в существовании Творца. Они говорили философию. Есть много аргументов туда и сюда, да. В конце ночи, после долгой философской дискуссии, молодой человек все-таки решил, что Творца не существует. Мучимый жаждый, после долгой ночи и изнурительного спора, он пошел и наполнил свой стакан водой. Перед тем, как выпить воду, он произнес богословение. Все, а коль не я в дворо, чтобы все, что ты создал по слову своему. Его друг с удивлением посмотрел на него и спросил. Мудрец, ты ведь только что решил, что Бога нет. Кого ты тогда богословляешь? Его друг ответил. Дорогой мой, вопрос существования Бога чисто теоретический. Неужели ты думаешь, что это помешает мне почувствовать богословение, когда я буду пить воду? То есть как бы это... Эта история, она нам подчеркивает исключительно, что это не вопрос рациональный, не вопрос философский. А вопрос жизненный. Как мы ощущаем свою жизнь? Можем ли мы ощутить своей жизнью богословение, которое нам дает творить? В этом суть еврейской веры. Знаете, испытывать вкус богословения в мире, этот вкус жизни может испытать каждый душевно здоровый человек. Эта вера универсальна. Путь богословских теорий – это дело философов. Авраам не говорит слотом о существовании в мире Творца. Он ест и богословляет пищу, потому что знает, что в мире есть богословение. Достаточно быть здоровым, чтобы испытать богословение в мире. Ценом Аврааму может быть любой. А богословыми могут быть только богословы. Тот, кто не чувствует богословения, который наполняет мир, болен. Стих говорит «Вкусите, увидите, как добр Господь». Еврейская связь с Творцом происходит не через разум, а через ощущение хорошего вкуса. Какого вкуса? Например, вкуса стакана воды, когда хочется пить. Этого должно быть достаточно. Заключение богословения – это то, что привнесено в природу из того места, которое находится за его пределами. Реальность – это чистый лист, на котором человек записывает свой выбор. То есть тут, как бы, с одной стороны, этот гильон – это лист, и он нам что-то, или мы что-то там открываем. Мы записываем на этом листе свой выбор, и это есть раскрытие. Богословенный человек добавляет в окружающую его реальность что-то, чего в ней не было в ее естественном состоянии. Что-то, что принадлежит только его уникальному внутреннему миру. И только он может это реализовать, вывести из своего внутреннего мира во внешний мир через богословение. Тогда как человек, который не чувствует вкуса богословения, находится в умственном и эмоциональном изгнании, отдалении от своего духовного источника. Когда нет раскрытия богословения, это само по себе является самым ужасным изгнанием. И в таком состоянии находится человечество с момента разрешения храма, с тех пор, когда исчезло пророчество, и вместе с ним видимое богословение. То есть тут есть некое, возможно, противоречие, да? Нам все время Рав говорил, что вы можете, каждый может почувствовать, что это был собственный, даже выпив стакан воды, когда ему хочется пить. Но тут идет речь, наверное, о чем по-другому. С существованием храма исчезло явное присутствие в сегодняшнем мире, которое было пророчество, был более тесный контакт. Но вот эти следы все же, они остались. То, что пошло бы чувствовать не только вкус, но и любая радость человека, красота мира, когда мы на него смотрим, например, который доставляет нам радость. То есть миллион других вещей, которые мы могли бы не ощущать так остро и так глубоко, и понимать, что они даны нам Всевышним в радость, как благословение. Действительно, после разрешения храма мы можем это отрицать или этого не чувствовать. Но, тем не менее, это вот те следы, как Манитул говорит, которые Бог все-таки не убирает из этого мира и оставляет нам. Понятие благословение означает формирование бытия, это сущность, которая реализовала свойства, присущие ей потенциально. Таким образом, стало больше и сильнее в реальности. То есть, как бы есть некоторая вещь, в ней есть определенный потенциал. И мы этот потенциал можем раскрыть, и тогда это является реализацией того благословения, которое в речи заключено. Как я понимаю. Знак Творца в творении – это благословение, которое характеризует его как источник влияния. Наверное, надо остановиться, потому что я знаю, что Андрею нужно на следующий урок. Мы его перенесли раньше, поскольку время поменяли. Понятно. Так мы можем закончить, наверное, несколько еще абзацев. Да. Среди множества толкований понятия образа Бога, которого мы коснемся далее, одно определяет его способность давать жизнь. Философия могла бы ответить, что то общее, что есть у всех людей – это способность мысли. Такие, например, были попытки определить, что значит быть человеком. Например, Рене Дакарта называл человеку словами «я думаю, значит, я существую». Думать – это означает связывать вместе две отдельные вещи. Упрощая, можно сказать, что животное – это тоже дух. Мышление человека гораздо сложнее, однако не в этом заключается качественная разница между человеком и животным. Различие состоит, во-первых, как мы уже говорили, способности к нравственному поведению. И, во-вторых, способности ощущать благословение, то есть, что оно от Творца. Если благословение обозначает дополнение сущности, то проклятие, клала, семантически связано с золкалью, легкой, облегчением, уменьшением. Обозначает противоположное понятие – отнятие у сущности то, что ниже и меньше ее потенциала. То есть, клала – это уменьшение сущности. Даже не раскрытие потенциала, а уменьшение ее возможностей. Клала. Оно опускает на некоторый более низкий уровень. Там нету благословения, там есть, наоборот, проклятие. Согласно традиции, у каждого дня есть свое особое благословение. В то время как седьмому дню в конце шестого дня было дано двойное благословение. Благословение, которое воздействует на мир в течение всего седьмого дня, представляющего собой всю историю человечества. Благословение всех остальных дней находится в пределах существующего. В то время как был славян седьмого дня выше всего, что заключается в существующем, оно в изобилии. То есть, у седьмого дня есть гораздо больше потенциал. Есть возможность того, что все, что заключено в этом мире потенциально, оно все благословение. Оно выйдет, реализуется в седьмом дню или в седьмой дню. Благословил Бог день седьмой и осветил его. Бог благословил седьмой день, однако осветил его в конце шестого дня. Дзявно в человека вошел новый свет. И вдунул в ноздри его дыхание жизни и стал человек душой живой. Если гулять по Иерусалиму в пятницу вечером, можно увидеть, что когда наступает суббота, что-то меняется в физическом мире, в воздухе и в лицах людей. Естественно, человек живет в мире вечного прошлого. То есть, это его жизнь, то, что было. И она определяет так, что происходит сегодня, который мы называем настоящим. Тогда как у еврея, соблюдающего суббота, есть дополнительное измерение благословенной сущности, связанное с чем-то, что находится за пределами ее самой. С чем-то, что каждый миг заново порождает и заставляет расти. Творец как будто бы искал, кому в природе передать благословение. И как только нашел подходящего носителя человека, как будто бы. С ним был заключен божественный совет. И с этого момента через него может реализовываться будущее. То есть, как бы, источник нашего благословения, он еще и в будущем, да? То есть, есть некий потенциал, который мы можем раскрывать настоящим, таким образом двигать в будущее. Так мне кажется. Как ты скажешь, Женнур? Ну да, ведь Всевышний же, как бы, у него был некий план, некое желание, и оно тут же реализовалось. А мы, как бы, находимся только на пути к этому. И оно обязательно сбудется. И оно, как бы, постепенно с нашей помощью разворачивается. То есть, это некий свет, но точно так же, как есть память о прошлых событиях, точно так же есть некая информация, некий свет, который из будущего доносится до нас. И мы, как бы, по этой ниточке идем, и постепенно разворачиваем вот тот замысел Всевышнего, который он замыслял. Спасибо. Очень здорово. Но я думаю, все-таки мы здесь остановимся. И продолжим в следующий раз. Закончим с благословением. И перейдем к святости. Я надеюсь. Окей. Заканчиваем? Да, мы на этом, наверное, закончим. Есть какие-то вопросы или добавления? Ну, нет, нет, нет. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо.